Добро пожаловать на мой канал Меню Недели, где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Пока сезон овощей, самое время попробовать быстрое и простое блюдо спагетти из кабачков. Оно готовится буквально с считанной минуты, а получается очень вкусным и прекрасно подойдет в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам. А еще в нем всего 37 килокалорий на 100 грамм. Кабачки и помидоры тщательно мою, чеснок очищаю. Идеально подойдут молодые кабачки или цукини с тонкой кожицей, которую не нужно очищать. Помидоры рекомендую использовать мясистые, они дадут меньше жидкости при приготовлении. На сковороде разогреваю растительное масло, чеснок пропускаю через пресс или мелко нарезаю и слегка обжариваю в течение 1-2 минут. Количество чеснока можно варьировать по своему вкусу, а для детей это блюдо можно готовить без чеснока. Помидоры опускаю на 1-2 минуты в кипяток, затем холодную воду очищаю от шкурки. Нарезаю помидоры соломкой, перекладываю в сковороду к чесноку, добавляю сахар для нейтрализации кислоты томатов и готовлю 3-4 минуты до мягкости. Кабачок нарезаю тонкими длинными полосками с помощью терки для корейской морковки. Если кабачки молодые, очищать их от шкурки не нужно. Добавляю кабачки в сковороду к томатам и чесноку, солю и готовлю еще 4-6 минут до мягкости кабачков. Кабачки лучше не перемешивать или делать это с помощью кулинарных щипцов, чтобы не повредить нежное спагетти. Важно не переготовить кабачки, они должны быть мягкими, но при этом оставаться хрустящими внутри. Подаю кабачки горячими в качестве гарнира к мясу или рыбе, или в качестве самостоятельного блюда украсив свежей зеленью. В спагетти можно подать сметанный соус с зеленью, он отлично дополнит блюдо. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи!